Вы по-русски учили в Питере один год? За один год вы учили? Ну, вообще-то 10 лет. Я учил, говорю по-русски. Я жил один год. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сергей Куваев не выгодил в японской жизни и очень сильно захотел вернуться в Россию. Вернулся в островок России. Во всяком случае, это было первое русское кафе, о котором я услышал, когда я только приехал в Японию 14 лет назад, потому что у меня сосед по общаге здесь подрабатывал как раз. И у них, оказывается, есть квас. Много японцев пришли. Там все занято. Все места практически заняты. Русский персонал есть, японец русскоговорящий. Нам как раз рассказал, что у них есть квас. Да-да-да. Мариновая домашняя. А что вообще самое популярное у вас чаще всего? Она 2, 2, 3. Японца очень интересная. Селедка под шубой. А, селедка под шубой. Да, домашняя. Очень много. И блины с красками. И продаются выпуски. Либо есть блинчики с мясом. На духовке. Или блинчики с капустой. А, еще и с капустой есть. Очень нравится, что так много людей, реально. Все занято, все занято. Русская кухня, как никогда, востребована и популярна. Бифстрогана, горшочек, борщ. Все как мы любим. Три прибора, поставочки. Вообще, да-да. В русское кафе пришел. В 90-х. Ну, нет, где-то еще раз, в Советском Союзе, короче. Средств, короче, такой. Все хорошо видно. Ого. Блинчики. Вот так, смотри. Кусочек такой роскошный, на самом деле, рыбки-то. Начнем с борща тогда. Да, конечно. Первое, да? Первое, а потом второе. Я, главное, есть особо не собирался. В итоге у меня в два раза больше, чем у тебя. Слушай, неплохо, кстати. Нормально, да? Да-да-да, хорошо. Похож на борщ, прям четкий борщ. 600 йен за блин и 700 йен за борщ. Я думаю, вполне себе прилично. Получается, полторы тысячи за обед. Так что, если кто-то думает, приедет в Японию, но боится, что не сможет жить без русской кухни, пожалуйста, место есть. На самом деле, японцы, когда путешествуют за границей, они часто японскую кухню заходят, едят, если она доступна. А свекла-то из какой префектуры, кстати? Японская же? Секла японская? Да, японская. У вас там половина, я смотрю, русских, половина японцев, да? Или как там у вас вообще? Какой сам 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 сам? Шеф японский. А шеф японец, да? Японец, да. Он меню придумывает? Он меню, да, он сам ездит и в Грузию, и в Россию, и там. Ему очень нравится, что культура есть, он по-русски, как говорится, можете подойти по-русски. Зговаривать, да? Да. А он здесь сейчас, да? Да, он заказал, стоять. Я бы, конечно, с икрой еще заточил, особенно с черной желательно. Мое любимое блюдо это блинчики с черной икрой, все-таки, если брать русскую кухню. Конечно. Правда? Правда. Я в жизни не ела блины с черной икрой. Да ладно. Да, я так просто ела. Ложечку маленькую. Нет, ну это же как бы классика. Икра дорогущая же черная в России. Ну я давно еще ел, когда в России. Мажор. Вот кто сын дипломатов, аниля. Не, не, я ел, я не сам покупал, а ел на банкетах. Я же этот, как вы, с поваром. Я работал на банкетах, в том числе в Кремле и на всяких там самых разных мероприятиях. Самые лучшие, дорогие блюда и напитки были на РЖД всегда. У них там были шампанские, вина там 30-летней выдержки. И всегда блинчики были с черной икрой. Ой, ты можешь сварить на воловайке, научиться играть с ним. То есть Сергею заинтересовало бы балалайкой, но не балерина. Балерин я уже много побитал за свою карьеру. Русское кафе в самом модном районе Японии. В Токио. В самом модном. Ну, на самом деле, Киси-Джо-Джо это место, где мечтает практически каждая японец. Оно номер один в рейтинге практически всегда. Не только вкусная еда, а и персонал весь такой дружелюбный. Улыбается, все рассказывают, вопросы отвечают. Как дома практически себя почувствовал? Хотя, в принципе, я дома и есть. Да-да-да. Смотри, какой пупотовский, какой пупотовский, какой пупотовский. Толстичок такой. Да, какой пупотовский. Ну, лет 15-ти уже это собаки. Ну, такой он прям, ух, крипуч такой, да? Это какой-то торт, вообще. Тортик. Это лав-отель. Жест, офигеть. Стандартно по заниженным ценам. В 16 часов можно спать за 7000 на Сиба. Вообще, этот химмунизм практически. В среднем в этом районе сутки стоит 1015 минимум в бизнес-отеле. А тут тебе в лав-отеле предлагают за 5-6000 переночевать. В лав-отеле, кстати, во многих нельзя открыть изнутри. Ты заходишь в номер и за тобой дверь закрывает на ресепшене. А потом нажимает кнопочку на ресепшене и тебя выпускает. То есть ты должен позвонить на ресепшен, чтобы тебя выпустили. Да уж холодная ванная есть. Томаре занялся и готовой. Томаре занялся и готовой. Два часа потратили на то, чтобы от станции Токио доехать до Шимоды. Направляемся мы в один из самых уникальных парков во всей Японии, где собраны самые разные фриковые экспонаты, аттракционы. Да. Поэтому я так выгляжу. Да, да, да. Ночью от Загара защищаемся. Непонят, кстати, как ходят. Непонят. Непонят. Другие люди, уходи, 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 уходи. Таким образом, уходи в дом, уходи стоит. Без совета. А, бессо, да. Ну, конечно, я думаю, что все это очень красиво. Мы всегда ждем там, что все еще живут в городе. Я только живу, потому что это только деда. Ну, я думаю, что это все просто. Ты всегда живешь? Я живу в Итолио, в Итолио, в Итолио. Теперь я уже живу в городе, и я уже был здесь. Я иду в дом в доме, и я иду в дом. Я сегодня наводнадцать лет назад. Когда я вернулся, у меня было пресс текущих сил. Я уже занимался с первой з�мой текущей. Эти текущие работают на сутки. Я стараюсь проводить тренироваться с нашим, верные человек. На самом деле, во время в같и сутки, с ведь теперь на сутками не счастливamos. Безуточно Я не соглашаю себя про это. Что же он делать, не? Ну, я не могу, конечно. Я не могу, не могу. Да все какое-то запустение так пришло, все уехали в ночь. Посмотри, вот дома, видишь, какие старенькие все. Все дома в лучшие годы были построены еще 40 лет назад. А какое будущее у этого теперь? Ну, какое будущее? Вот оно будущее. Мы прибыли в парк. Таксист нам сказал, что это место было построено всего лишь 8 лет назад. А выглядит как будто бы 80 лет назад. Да, выглядит действительно старым. Может, это изначально такое расчет и было? Такое ощущение, что времена славы уже прошли для этого места. Да, у них есть местный маскот. Это вот эта женщина. Человек-русалка. Ну, на самом деле, это мужчина, но я не знаю, как он себя идентифицирует. Это на продажу, что ли? Вообще, купить можно? Нет, наверное, не знаю. Может, когда-то можно было привязывать. Ну, смотри, зонтики зато можно взять, смотри. Там змеи-то нет? Смотри, зонтики прилично выглядят. Я сейчас на тебя сиганет. Я-то думал, что эта лавка сломана, а она оказывается не сломана. Это чтобы подвигаться, наверное, да? Да, 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 да. Тебе садишься и такое вкусно сдвигаешься. А если Айгин тогда посерединке сел, как король? Вот она, японская поп-культура. Смесь всего и вся. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Точеги? Точеги. Маскот? Что это? Что это? Это Синьшоуга. Синьшоуга? Синьшоуга. 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 Да, Синьшоуга. Точеги. Где ты приехал? С静е. С静е. Да, мы из Токио. Синьшоуга. Боже, что это такое, я не знал. Особенно такое интересное. В интернете. Нет, это правда. Инститрам? Да, это фиг нам初-то. Это фиг нам初-то. Это фиг нам初-то. А, ну они, видишь, в Сизолке. Ну мы в Сизолке находимся. Это же адрес Сизолка, по-моему, у этого места. Везде платить. Да вообще везде. Такси платят. Такой сплать. За вход платят. Как у любого какого-то более-менее крупного места должен быть свой маскот. Ну не мужик в платье же. Библиотека. Да? Чего нет? Чего нет? Чем тебе мужик в платье? Плохо. Такое ощущение, что вообще ничего не работает. То есть просто что-то лежит. Жизнь удалась когда-то в Японии. Так и нужно проводить вечера. Наложницы сидят. Несколько бутылок саке. Женщина с цветами. Это женщина, интересно, тоже им с мужчиной. Очень хорошо. Как будто заброшка какая-то. Да. Ну я как-то поняла, уже люблю такое. Бог туалетной бумаги. Телиться как живые, потому что раньше они были живыми людьми. Их захолдовал вот этот дед. Это не премьер-министр в молодости, случайно? Похож, кстати. Похож, да я тоже слышала. Ну, ладно. Конечно. Ну, ладно. ПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОППИС' Написано Nudo. Знаешь, что такое Nudo? Нет. Нуд, голый. А, Nudo. Да, да. Нудо. Хиросима. Какие это лодушки для извращенцев? Такие хотели Nudo. А там же открытая камера, да? Да, да, да. Ощути себя в этом, как говорится, посетителем клуба 80-х годов. Смотри. Опа. Кто-то здесь уже даже устраивал фотосессии. Не хочешь тоже? Ты не хочешь? А ты ее переодевал-то? Угу. С этими костюмчиками. Гримерка. Угу. Угу. О! Россия. Угу. 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 Ну, да. Алхимия. Эти кайгоре-спечатки какие-то. Непонятно, что японцы такие опять воют и выглядят круто. Черная магия. В этом ворохе самых различных экспонатов странных, запылившихся, запросто может быть и что-то действительно очень странное. И даже не поймешь, что это, потому что здесь настолько много всего. Вот это смотри вообще, что. Ноги, где торчит кран водопроводный. Слушай, мне кажется, только я тебя могла в такое место видеть. Нет, дальше там трэш вообще, смотри. Все такое пыльное еще. Да. Ответ на вопрос, почему Алина Рин носит маску постоянно. И ощущение, что здесь реально маньяк какой-то. Снизу. Вот это прикольно, кстати, сделано. Вот такой из 80-х годов. А, который айдолов любит. Наслаждается он какими-то играми. Маленький телевизор у него. Фоточки. Это Босудзоку, да? Охренеть. И это тоже Босудзоку-мобиль. Только это велосипед, а это мотоцикл. Прикольно. Парень 70-х годов, 60-х. Он любит и безбольный. Литература запрещенная, наверное. В Японии 60-х, 70-х топчик. Смотри, Гавайи. Как надо вообще. Идешь по улице, такая симпатия стоит. Думаешь, так и было? Вон цены есть, смотри. Кофе 50 йен. Офигеть. Путешествие на Гавайи. Янгай и Гавайи. Как сырости пахнет, пипец. Ну, самобытно, по крайней мере, да? Уникальность, место вне всякого сомнения присутствует. Хорошо смотреть на традиционную Японию, на историческую Японию, но и на такую немножко странную. Нигде я раньше не видел экспозиции, где бы упоминались эти японские протесты студенческие. А здесь прям целая такая была представленная экспозиция. Даже с трансляцией этой передачи старой, с интервью с этими студентами. Это было интересно. Автобус идет раз в час отсюда. На такси мы уже поездили. Хотим теперь местный автобус посмотреть. Потому что путешествие тем и хорошо, что ты смотришь разные возможности для своего перемещения. Места много для ног, кстати, смотри. Это редко, да? Для Японии можно спокойно ноги поставить. С моим ростом помещаюсь. Весь автобус китайцев, по-моему, сзади. Сплошная китайская речь слышите? Да, да, да. И говорит таксист, что город-то загибается. Потому что только на туризме практически и выживает. Хотели мы поесть собы местные, но оказалось, что сегодня выходной. Поэтому те оставшиеся 20 минут, что у нас есть до посадки на поезд, мы посвятим туризму. На музей тут похоже продолжение музея, короче. Да. Классно. 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 Воспоминец как раз. Да. Высор. Воспоминец. Очень интересно. Интересно, да? Итозичь. Знаешь? Да. Да, да. Но поездка exaggerated везде, как бы, и коллаппу и ломин. Илья. Да. Да. Бабушка в аптеке сказала нам, что город увядающий, переживает свои не самые лучшие годы. Но зато она полна оптимизма. Говорит, в следующий раз приедете наверняка будет намного лучше. Хотя мне и в принципе так нравится. Мне тоже. Могут хорошие тем более. Особо мы не успели поесть. А то сейчас что-нибудь возьмем, просто перекусить. Песины растут и хурма. Эта улица, кстати, наверняка была организована, когда были лучшие годы этого города. Потому что сейчас бы такую улицу уже не стали бы делать. Решение прикольное. Равен красных фонарей как будто бы, да? Такой же на 70-е годы. Ну да, в 70-е годы. Горе щёва там была экспозиция. Вот щёва, знаете, в такой щёва. Вполне в таком месте можно и недельку, в принципе, провести. Да. Мне потому что уже нравится. Я даже, может быть, пожил бы какое-то время. Красота места в его людях заключается. Не в пейзажах. Бабульки прикольные были, да? Бабульки хорошие, дедульки хорошие. Чараток снакку. А, вот смотри, видишь, как мы пришли к снаку. Ты смотри. Ну чё, пустое такое. Да. Ну смотри, сколько здесь всего было много. Ну эти снаку до сих пор работают. Кстати, это же тоже снак. Смотри, одних снаков только несколько десятков. Закусочные. Не, ну снак ты знаешь, что это? Снэк. Ну не, ну японский снак какой-то, где ты поёшь, бухаешь, поёшь караоке с женщинами. А, да? С мамой, да, там мама есть. Это я не знала. Да, там есть мама и ты, там это, у тебя бутылочка там своя поставлена. Это был снэк, это от слова снэк орешки всякие. Ну нет, ты типа орешки пришёл поесть, да? Прикольно. Если район, где в нём есть жизнь, то, конечно же, там есть снак. А, видишь, многое позакрывалось. Ой, даже хорошо, что мы в Собу не пошли. Такой приятный райончик здесь. Сотэнгай всё-таки хорошо в каждом городе, когда есть. Атмосферненько. Хотя многие тоже закрылись. Ну конечно же. Ну да. Эх, вот я обожаю вот эти Сотэнгай японские. С другой стороны. Вот смотри, как классно. Уютненько здесь. Не грязно. Сразу чувствуешь себя, как будто ты не в 2023 году. А вот это... Да, законсервированная Япония. Да. Даже все вот эти надписи, вывески, они как будто из старины. Да. Мне хочется сразу какой-нибудь депешмот слышать. А вот смотри, починка закрылся. Слава Богу. Открывали. Продают, смотри. Деревенских ребят. Вот эти русалки. Не доверяйте этим русалкам. Вот кто. Кто говорится разграбил, разграбил местное население. Конечно. Это починка. Это Суят или, да? В починку держали? Ну да, наверное. Приезжают такие. Так. Как это место называется? Это Ита. Ита? Ита. Так. Так. Ну можно три починка. Кафешечки какие хорошие. Вот здесь, кстати, да, можно было бы даже сесть в пофиг взять. Японцы любят выпивать в поездах, да. И это такой вот напиток. С крышечкой сверху ее снимаешь, используешь ее как чашечку. Легендарат похожий какой-то. Ну там внутри, видишь, обычная крышка, откручивающаяся. Сокончик сразу. Ну прикольно сделано. Кафешечка. Та-да. Хорошо. Смотри. Может, литвин это уже нет, правда? Может, нету. Ее, премиум? Ее, премиум? Ее, премиум не надо. Ее, экринская. Не надо, будешь приезжать от Атами. Даже если у вас на Токхио. Разрешите от Атами. Атами и Токхио. В Атами направilah普通 приезжает, это приведение. Вот, по-от, по-от, по-от although. Премиум, смотри, ребят, билетов-то нет. Сегодня вторник, билеты раскупают моментально. Люди хотят ездить в премиумы. Пописаешь? Вот говорят, денег нет у японцев. Пожалуйста. Хотя, может, там одни китайцы ездят в этом премиуме. Удивительный дизайн поезда. Едешь, как в салоне Toyota Crown, в 80-х годах, например. Например, такие же ощущения. Окошечко можно открыть, как в наших традиционных поездах, электричках. Все аналоговое. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц. И бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Места правда нет. Один-два места всего. Нам достались билеты только в грин-кар. А в премиум не достались. Но на самом деле только один вагон всего лишь на целый поезд премиальный. И мы были неприятно удивлены этим вагоном. Потому что мы пошли посмотреть, как там обстоят дела. Там уже какой-то дед сидел. Ногу положил на стену. Причем это такую, знаешь, с каким-то потным носком своим. И ты думаешь, я пришел в премию, заплатил дороже, чем грин-кар. На сколько там? Ну, процентов на 30 дороже. И что я получил-то в итоге? Я попросил на самом деле девочку на кассе дать нам самые лучшие места в грин-каре. И она нам дала самые лучшие места действительно. Она нам дала места в первом вагоне, где можно смотреть на вид из кабины машиниста. Поэтому все, что не происходит, все к лучшему. Не достались нам места на премиум. Зато нам достались места в комфортном грин-каре. А как грин-кар вообще будет на русский манер? Зеленая. Я имею в виду, чтобы человек понял. У нас есть премиум? У нас же не говорят премиум. Как у нас называется? Класс? А, ну тоже классы какие-то. Первый класс, точно, да. Первый класс. Но это, наверное, второй класс. А, это, наверное, первый класс все-таки. А премиум, это, наверное, типа высший класс. Что-то в этом духе. Вот. Поэтому нам все нравится. Путешествуем с комфортом, да. Как настоящие путешественники.